Торговый день сегодня весьма насыщен макроэкономическими событиями, оказывающими влияние на валютный рынок. Единая европейская валюта отправилась к минимальным позициям против американского доллара на фоне публикации стат данных Германии и еврозоны. В первую очередь инвесторы познакомились с показателем ВВП ФРГ за первый квартал. Согласно данным, экономика Германии в первом квартале выросла благодаря сильному внутреннему спросу, по большей части в строительном секторе. Правда, не все так благополучно, как кажется на первый взгляд. В поквартальном исчислении немецкий показатель ВВП укрепился на 0,7%, что намного выше результата 4 квартала 2016 года, который составил рост на 0,3%. Вышедший результат расчетов полностью совпал с предварительной оценкой. Экономисты подчеркивают, что хорошему росту способствует внутренняя экономика и рост инвестиций. Тем не менее, годовой показатель вырос более медленными темпами, чем ожидал рынок. В годовом исчислении ВВП Германии вырос на 1,3%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,6%. Это заставило рынок задуматься о том, что во втором квартале показатели могут не совпасть с позитивными прогнозами аналитиков. Тем более, это подтверждает факт резкого старта промышленного сектора в январе, который потерял импульс уже к середине весны. Далее ситуация складывалась еще более тревожно. Так, согласно официальным данным, в мае экономические настроения в Германии резко ухудшились из-за растущих опасений по поводу замедления мировой экономики. Центр экономических исследований ZEW сообщил, что индекс экономических настроений в Германии снизился в мае до 6,4% с 11,2% в апреле. Аналитики ожидали, что индекс вырастет до 12 пунктов. Между тем, в еврозоне индекс экономических настроений также упал в мае до 16,8% с апрельского показателя 21,5%, не оправдав прогнозов роста до 23,4%. Как уже упоминалось ранее, публикуемые показатели очень сильно влияют на валютный рынок. Из-за стат данных Германии и еврозоны, единая европейская валюта резко упала против американского доллара. Стоит отметить еще и тот факт, что трейдеры сегодня стараются переходить к покупке господствующей мировой валюты в ожидании заседания ФРС в июне. Таким образом, популярная на рынке Форекс пара евро-доллар США торгуется на отметке 1,1180. Инвесторы больше внимания уделяют публикации стат данных США, которые с каждым разом влияют на настроение трейдеров и непосредственно на движение валют против своих конкурентов. По мнению валютных стратегов, распродажи евро могут сохраниться вплоть до 15 июня, так как инвесторы поглощены прогнозами и догадками в отношении будущей риторики ФРС относительно процентной ставки.